Здравствуйте, это программа СНОСКО. Меня зовут Ирина Корчагина. Два с половиной года, пока идет спецоперация, Народный фронт у многих ассоциируется именно как движение, которое занимается только поддержкой наших бойцов. И работа там ведется действительно огромная. Но помимо этого направления, у Народного фронта есть и другие задачи. Борьба с коррупцией, контроль за чиновниками, помощь гражданам, которые не могут отстать свои права. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Алексеем Чесноковым, который буквально месяц назад стал новым руководителем Народного фронта в Алтайском крае. Алексей, вот если как раз говорить о других направлениях, помимо помощи бойцам, чем сегодня занимается Народный фронт ежедневно? Какие проблемы вы решаете? Вы знаете, у нас очень большая, очень разнообразная страна. Поэтому в 2011 году по инициативе президента Российской Федерации был создан новый институт гражданского общества. По сути, это общественная организация. Это движение, который бы восполнил вот этот разрыв, который часто образуется между властью и населением. И выступил институтом обратной связи, который бы собирал недостатки управления и доводил их до руководства. И Народный фронт, на самом деле, достаточно эффективно занял эту нишу. Часто проблемы возникают именно в коммуникации. Если посмотреть направление работы Народного фронта, то это контроль за выполнением указов распоряжения президента, это контроль за национальными проектами, контроль за эффективностью расходов денежных средств, борьба с бесхозяйственностью, коррупцией. И главная задача наша – это сделать жизнь людей лучше. Я знаю, что даже часто вмешательство СМИ не помогает решить проблему, так как это делает Народный фронт. Вот если говорить о итогах вашей работы за сентябрь, а уже как раз прошел месяц, да, уже можно о чем-то поговорить. Вот самые главные итоги, что удалось решить, на что обратить внимание? Ну, на самом деле, любая проблема решается сообща. И мы также с участием СМИ это все делаем, с участием граждан. И когда сказать, что Народный фронт что-то сделал, это было бы неправильно. Мы всего лишь помогаем людям, помогаем установить коммуникацию. Иногда проблема, донесенная до должностного лица, это уже половина решения. Из интересного, немножко поменяли концепцию работы, сейчас мы будем работать более тесно с территориями. Да, есть проблемы и в городе, есть проблемы и вокруг города Барнаула. Но за прошлую пятницу мы съездили, первая была поездка в город Камень-Наби, встречались с представителями населения Каменского района в присутствии главы администрации. Вот поверьте, те проблемы, которые там присутствуют, и то, что у нас, это две большие разницы. И там, наверное, в первую очередь мы приложим усилия. Но на встрече с гражданами было отмечено 15 позиций, из них, вот что удивительно, три позиции уже решены, либо уже практически решаются. Хотя долгое время и вмешательство правоохранительных органов было все равно ни к чему не привело. А вопрос в том, что удалось выстроить эффективную коммуникацию с руководством. Какие-то проблемы. Ну, в частности, был вопрос в ливневой канализации. Руководству района докладывали, что все хорошо, достаточно было просто показать, обратить внимание, за два дня все исправили. Буквально вопрос двух дней. И администрация Каменская была выделена техника, все прочистили, больше тонуть не будем. Вопрос со сквером воинской славы. Тоже докладывают все хорошо, мы каждый год делаем ремонт, а приезжаем, выясняется, ну, там разруха в преддверии годовщины Великой Победы, ну, это как минимум неправильно. Оказалось, всего лишь нужно пару дней, чтобы исправить. Есть проблемы с домом на Карла Маркса 115. Просто его управляющая компания не ремонтировала по причине, с их слов, того, что очень много неплательщиков, дом имеет отрицательный баланс, поэтому не заходили. И лишь совместными усилиями, когда подключилась администрация района, когда мы переговорили с руководством управляющей компании, описали им определенные репутационные резки. Когда мы позаимодействовали с гражданами, уже зашли, уже, насколько я знаю, электрик там что-то делает. Я думаю, что ремонт будет сделан в ближайшее время. Я видела кадры с этим мемориалом, очень сложно поверить, что там каждый год что-то делали. Удручающее состояние парка. Требуется привести в порядок клумбы. Наверное, где-то подкрасить монументы, убрать сухостой. Но это место, которое не должно быть без ухода. Ну, тут еще одна проблема скрылась. На самом деле, мемориал требует более серьезного капитального ремонта. То есть там уже разрушается основание. И вот эта косметика, которая была сделана, это временная мера. Поэтому сейчас рассматриваем вопрос о какой-то долгосрочной программе помощи. Ну, то есть правильно ли я понимаю, что теперь у вас будет такой большой упор именно охватывать новые территории, новые районы, чтобы туда приезжать и лично общаться с людьми, чтобы как раз убирать вот это недопонимание между властями, чиновниками и населением? Да, это интересное направление очень. Если до этого внимание Народного фронта охватывало биск Барнаул, то сейчас мы поняли, что Алтайский край достаточно большой. И по территории, и по дорогам. И нужно решать, наверное, те проблемы, которые более остро стоят. И есть уже определенный план по городам Барнаула. Мы ориентируемся на прямую линию президента. То есть по какому населенному пункту было больше обращений и насколько не носит критический характер. Из-за этого будем маршрут складывать. Второе направление. В тот населенный пункт, в тот район, в который мы приезжаем, мы там оставляем наших соратников. То есть какую-то ячейку Народного фронта, которая будет нам помогать в информационном плане. Вот как раз восстанавливать эту связь между обществом и государством, и муниципальной властью. То есть теперь получается в Каменском районе что-то вроде СОПКОРов у вас есть? Может сказать и так. А когда вы понимаете, что нельзя помочь в конкретной ситуации? То есть вы сразу говорите об этом людям, что вот этой ситуации надо идти в суд, например. Ну так сложилось, что я имею опыт работы и юристом, и в сфере экономики. И когда изучаешь ситуацию с разных сторон, а мы стараемся вникнуть, обязательно связываемся с должностными лицами, с ответственными ситуацией, чтобы собралась в единое целое. И тогда уже можно предположить, можем мы или не можем помочь. Иногда и суд бессилен. Бывает часто ситуации, вот буквально позавчера общался с гражданами, вопрос в том, где находятся мусорные баки. То есть они находились около одного двора, те буквально два года ходили по инстанциям, добились переноса, теперь уже возмущаются те, кому их перенесли. То есть здесь уже вопрос конфликта внутри населенного пункта. Конечно же, мы посмотрим, нарушены ли нормы санитарные, строительные. Вот. Ну, по сути, здесь вопрос внутренних разборок. Бывает ситуация, когда можно решить в гражданском правом порядке. То есть мы просто разъясняем порядок защиты своих прав. Но там, где помощь Народного фронта необходима, и где мы действительно что-то можем сделать, мы, конечно же, вмешиваемся. Если вернуться все-таки к спецоперации, вот в этом направлении какая ведется работа у Народного фронта? Ведь это же... Мы иногда видим, как отправляют гуманитарную помощь, да? Но вы же, наверное, ежедневно все равно этим занимаетесь, если не круглосуточно. Вот эти вот прекрасные женщины, которые у вас постоянно там на связи с военными. Вот расскажите про вот этот блок огромной работы, и еще наверняка ваши работники, они их тоже там бывают. Вы знаете, сейчас перед нашей страной стоит угроза, вообще угроза ее существования. И от того, сможем ли мы победить, зависит, наверное, то, будет ли наша страна. По крайней мере, в том виде, в котором мы к ней привыкли. Опять же, мы помним, что победа всегда куется в тлу. И лишь объединившись все вместе, забыв, что не мы отдельные, а тамарные я, а мы, мы сможем организовать ответ. Причем то, что СВО происходит, это только часть тех атак, которые идут на нас. На нас идут атаки информационные, очень мощные экономические удары. Пытаются найти слабые стороны нашей страны. И пытаются расширотать общество изнутри. И объединение людей, которые готовят гуманитарную помощь. Причем часто многие вещи спасают жизнь бойцам. Это прямо говорю. Вот это объединение, оно, с одной стороны, сплачивает людей здесь, создает у них чувство причастности к нашей будущей победе. Мы победим, я не сомневаюсь. Причем здесь не только вопрос СВО. Против нас ведется большая война коллективным Западом. Но и то, что они делают, прямо спасает жизнь. Это накидки, которые спасают от тепловизоров. Это маскировочные сети, которые также позволяют маскировать. Элементарно окопные свечи. Мы, сначала мне было удивительно, зачем их столько нужно. А оказывается, наши бойцы просто размещают рядом с собой, где-то вогреться, где-то пищу согреть. И рядом нескольких фальш-окопов, ну, то есть для того, чтобы это был объект для атаки дронов. То есть это реально спасает жизнь бойцов. И бойцы это видят. Народный фронт, в Алтайском крае, в первую очередь, помогает тем подразделениям, где воюют наши земляки. В первую очередь. Мы работаем по их заявкам. Это очень огромная работа. Действительно, она идет часто и сутками. Но делаем, что можем. Победа куются в тулу. Ну, можно вообще посчитать, сколько людей связано с Народным фронтом? Все люди, которые вносят свою лепту в то, чтобы отправлялись вот эти вот фуры с гуманитарной помощью. Люди, которые плетут сети, то есть вот эти вот свечи делают. Вы знаете, движение, оно не переразумевает членство. То есть такого учета не ведется. Кто-то может прийти посвятительный вечер, помочь загрузить гуманитарную помощь. Кто-то вяжет носки. Вот три дня назад бабушка пришла, принесла вязаных 20 носков. Перед зимой это очень актуально. Кто-то прямо спрашивает, что нужно. И у нас есть заявки от командиров частей, и мы эти заявки стараемся выполнять. Потому что действительно восполнять то, что необходимо. Сотни, сотни людей, если не тысячи. На самом деле не только Народный фронт здесь работает. Здесь работают органы власти, здесь работают достаточно много других фондов. Но мы все делаем общее дело. Мы делаем общее дело, которое направлено на победу, на поддержку наших бойцов. Что же касается конкретных примеров, вот вчера встречался ТОС Западный рядом с Гурналтайской улицей. Там несколько десятков пенсионеров плетут халатом скировочные снайперы в Кикиморы, вот эти сети, делают носилки для эвакуации раненых. И я посмотрел, у кого-то там сыновья, у кого-то там внуки, но они все причастны. И наши бойцы, они нам действительно благодарны, они понимают, что это очень серьезная помощь. Ну и если говорить, в принципе, о планах Народного фронта, вот я уже поняла, что вы сейчас будете большой упор делать все-таки на районы. Но о чем еще важно сказать, вот ваша работа на ближайшие месяцы? Работы огромные. Работы очень много на самом деле. Ну, во-первых, как вы сказали, это объединение краев, единое целое. То есть создание вот этой информационной связи и решение каких-то проблем людей на местах. Во-вторых, задача Народного фронта, а у нас есть молодежное крыло, это объединение молодежных движений. Потому что объединившись, мы можем гораздо больше. Идет встреча со студентами вузов, колледжей, техникум, с руководством. И хотелось бы создать свои ячейки, ну, как можно больше количеств учебных заведений. Также сейчас идет переформатирование работы штаба. У нас 30 человек в штабе находятся. В декабре буквально будет конференция, где мы состав штаба пересмотрим. Усилить штаб, это должны быть представители наши в различных территориях Алтайского края. И, конечно, усилить экспертность. То есть специалисты в области ЖКХ, в области экологии обязательно нам нужно здесь будем усиливать. В социальной сфере, в сфере здравоохранения. То есть вот то, где мы можем увидеть проблемы людей, можем мешаться, предложить путь решения и этот путь довести до органов власти и сопроводить. Ну и последний вопрос. Как вам в новом статусе? Прошел месяц. Насколько сложнее стала ваша жизнь, ответственнее? Вы знаете, очень интересно. Очень интересно, но иногда хочется спать. А иногда хочется, чтобы было время хотя бы пообедать. Очень много встреч. Очень много сейчас. Нужно налаживать коммуникацию. Очень много работы. Обращение граждан. Это тоже большой объем информации. Иногда набирает на горячую линию пенсионер. А хочется поговорить. И вот пытаешься объяснить, что нет возможности полчаса уделить одному человеку. Но вот людям нужно не только решение их проблем. Иногда нужно просто общение. Поэтому времени, конечно, не хватает. Но ни разу не пожалел. Чувствуется, что это возможность улучшить нашу жизнь, помочь нашей стране. Вот каждый на своем месте выполняет свою роль в нашей большой-большой стране и двигает ее к единой нашей общей победе. Алексей, спасибо большое. Время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был гость, новый руководитель Народного фронта в Алтайском крае Алексей Чесноков. Алексей, спасибо вам большое. Почаще приходите к нам. И удачи вам в этой большой, огромной, серьезной работе. Спасибо, Рина.